Бухгалтер Сердце петухом упоет, славно, крестный вон куда и посадил меня на зис пять, к рыжему шоферу, он заранее отдал деньги, и я ехал себе, путь-то вон какой, от одной езды сердце замирало от радости, а было ему лет тридцать, крепкий, весь рыжий-рыжий, а глаза голубые, в дороге он все время молчал, А я себе глядел во все глаза, как яснеет, летит навстречу нам огромный, распахнутый, горный день, эх, и прекрасно же ехать, и прекрасна наша Родина, Алтай, как бываю там, так вроде бы поднимаюсь несколько к небесам, Горы, горы, а простор-то такой, что душу ловит, какая-то это редкая, первозданная красота, пописывать ее бесполезно, и надышаться-то нельзя, все мало, все смотрел бы и дышал бы этим простором. Едем, навстречу нам такой же грузовичок здесь пять, рыжий чуть заклонился на трапте правее, а тот встречный дует посередке почти, рыжий слегка встревожился, еще поджался правее к самой пробке, а тот встречный нахально посередке, рыжий удивленно уставился вперед, опасность летела навстречу нам, рыжий неотступным, не мигающим, а цепенелым каким-то взглядом следил, как приближается этот встречный дурак. Тот перед самым носом у нас свильнул, но все равно нас крепко толкнуло, и раздался омерзительный, жуткий треск, я больше испугался этого треска, чем толчка, резкий, сухой, мгновенный, как-то от него от этого треска толкнуло сознание, что беда, а быть может смерть, рыжий развернулся и помчался вдовом тому, который ни с того ни с сего угостил нас, вот мы летели так, я понял, что он хочет сделать, тоже припечатать этому кузовом же, я слышал, так делают шоферы, за нахальство и наглость, его нетерпение мне передалось, я тоже вцепился в ручку дверцы, тоже весь напружинился, тоже вдруг всего охватило одно единое желание, скорее догнать и шваркнуть. Тот по-прежнему чухал серединой тракта, мы повесли у него на задке, рыжий стал гудеть, прося дороги, он еще раз пошевелился, глотнул и гудел, гудел непрерывно. Синие глаза прямо полыхали несерпением, кричали прямо, горели ясным синим огнем. Долго тот не давал нам дороги, наконец видел, шел уклоняться вправо, рыжий прямо лег на руль, и мы стали медленно его обгонять. Я уже стал видеть лицо того нахала, молодой тоже, моложе рыжего, сколастый, в серой куражке. Он, наверное, досадовал, несколько был огорчен, что его обгоняют, и только, никак уж, наверное, не ждал он, что его догнала расплата за его хулиганство. Мы почти обогнали, ехали серединой, а тут рыжий сделал так, дал вправо, потом резко влево и тормознул, но скинуло вперед. Опять этот ужасный треск, опять раздалось нечто темное, жуткое, отдам грохотом беды и смерти. Рыжий был спокоен, он ехал и ехал. Я же почему-то принялся думать так. Нет, жить надо серьезно, надо глубоко и по-настоящему жить. Серьезно, я очень уважал рыжего. С тех пор я нет-нет ловлю себя на том, что присматриваюсь к рыжим. Какой-то это особенный народ, со своей какой-то затаенной, серьезной глубинкой в душе. Очень они мне нравятся. Не все, конечно же, но вот такие вот молчаливые, спокойные, настырные. Такого не в раз шибешь и зубы ему не заговоришь. Он свое сделает.